Всем привет! Меня зовут Анна Городенцева, вы смотрите ОСИА онлайн. Мы привели новый эксперимент и расскажем, как купили фальшивые деньги. На просторах интернета я наткнулась на интригующее своей противозаконностью предложение – купить фальшивые деньги. В сети развилось много таких фальшивомонетчиков, работают они все по одной и той же схеме – через телеграм-каналы. Они, конечно, не указывают свои данные и сразу предупреждают, что меняют время от времени канал. На продажу предлагают поддельные гривны, евро, доллары и рубли. Я написала одному из таких бизнесменов, который затаился под ником Остин. Он ответил мне быстро и сразу прислал расценки. Стартует цена 500 гривен за фальшивые 1500. Ну и так дальше по нарастающей. Обещают прекрасное качество, советуют пользоваться ими в банкоматах. Я попробовала уговорить Остина прислать одну купюру на пробу. Это, конечно, не сработало. При этом интернет-фальшивомонетчики просят поверить им на слово. Доверять человеку, который продает фальшивые деньги, трудно. Но ради эксперимента пришлось. Думаю, так мыслят многие, покупаясь на этот развод. Такие доверчивые люди решаются на удачу. И отправляют 500 гривен никуда. А вдруг и правда удастся сорвать куш, чтобы показать, что будет дальше. Я выполнила инструкцию. Интересно, что с вами общаются до последнего. Спрашивают, как именно прислать деньги через новую почту или как закладку. Я, например, выбрала закладку. Даже думала, а вдруг все-таки пришлют какую-нибудь жуткую поделку. Но все гораздо проще. Как только обо всем договорились, Остин удалил нашу переписку и забанил мой аккаунт. И стало окончательно ясно, что это не фальшивомонетчики, а банальные аферисты. Эта схема на этом и работает. Отправлять деньги вас никто не заставлял. Вы же не пойдете в полицию жаловаться на то, что вам пообещали прислать фальшивые деньги, но не прислали. Но если вы все-таки догадаетесь это сделать, проблемам будут у вас, а не Остина. Как только вы решились воспользоваться фальшивыми купюрами, вы уже нарушили закон. Если вы покупаете доллары в обменнике, или где-то, где банкнота попадает в технические средства, которые считывают как фальшивые. Могут вызвать полицию, могут попросить дать пояснение. Я решила не сдаваться и попробовать с другим фальшивомонетчиком, которого я нашла на Оуикс. Мы по всем договорились, он даже взял данные новой почты, но здесь меня ждала еще большая досада. Оказалось, что я заказала не фальшивые деньги, а сувенирные. Просто меня об этом не предупредили. Но какие еще деньги можно купить за 300 гривен? Но интересно, что фальшивомонетчики в сети предлагают такие купюры, как 200 и 500. Именно их чаще всего и поделывают. По закону, если вы все-таки столкнулись с подделкой, вы должны ее сдать полицию. Папир, на яку надрукована подробка, тактильно відрізняется від справжнього банкнотного паперу. При розгляді підробки протисвітла, мы можем побачить, что имитованный в подробции водяный знак відрізняется від справжнього водяного знака, отсутствующий объем и напевтона. В подробции отсутствующий светлый элемент водяного знака и не совпадают частины наскрязного защитного элемента. Также подробку надрукована на папере с водяними знаками в виде английских литров С. Таких подробок вылечено близко 40 штук и сбывались они через заклады торговли. Но интересно, что, например, в России задержали парня, который расплачивался фальшивкой. Он сказал, что купил ее в интернете. Парня теперь ждет суд. А я продолжила мониторить интернет-предложения. И нашла варианты за гораздо более солидные суммы. Там расценки стартуют от 20 тысяч гривен. Трудно сказать, это еще больший развод или все-таки фальшивомонетчики таки перебрали сеть. Мы, конечно, испытывать судьбу не стали и вам не советую. Если у вас есть лишние 20 тысяч, лучше потратьте их с умом. Тем более, что закон предусматривает ответственность из-за использования фальшивых купюр. Так что пусть лучше в кошельке будет меньше, зато настоящее. Вы смотрели УСИОнлайн и до новых экспериментов.